По каким признакам риутовчане определили, что весна пришла? С таким философским вопросом наши корреспонденты вышли на улицы города. Ну, во-первых, потеплело сразу. Вот так настроение уже весеннее. Ждем 8 марта. Да пока еще не пришла, по-моему, честно говоря. А в душе, может? Пока нет. Меня больше беспокоит вот эта торговля. Жить-то хочется. Весна наступает. Тепло. О! Птички поют. Погода стала теплая. Настроение хорошее. Я хочу сажать опять свои розы. Потому что я ими занимаюсь. Я же все заказала. И вообще собираюсь уже уезжать. Я так думаю, что все пора. Сказать, если неудобно. Кости начали болеть вот сюда. Ну и вообще, как-то вот, знаете, настроение поднимается. Там же скоро пенсию получим. Женщина без головного убора уже радость. С хорошим настроением. Ну, человек себе легко. Вот так часто. Голова кружит. 1 марта. Ну, тепло сегодня даже очень. Вот мне жарко. Кто и когда придумал этот праздник, никто не знает. Но доподлинно известно, что первый день весны – это день воблы. Как отмечает этот праздник риутовчане, выясняла Ирина Романова. Запах вяленой рыбы – ряды чешуйчатых красавиц. Вот с чего начинается праздник воблы. Как на подбор, однако, одной воблы конкурируют с лещом и чихонью. Но уже сколько лет у маленькой сушеной красавицы явное преимущество. Надежда Йоркина уже четвертый год торгует морскими дарами. И знает, воблы из вяленых – самый ходовой товар. Главное – выбрать рыбку по душе. Ну как, вот на внешний вид, например, взять, чтобы она была гладенькая, чешуя ровненькая была, не, ну как его сказать, чтобы сикорочкой была. Вот такие внешние данные должны быть. Ну а по свежести, она всегда свежая. Внешность сегодня у рыбы – главное качество. Блестящая чешуя, ровные цельные плавники, упругая брюшко – вот рыбий дресс-кот. Алексей Киселев выбирает нужную таранку быстро. Качество на глаз определяет. Вобла – любимая рыбка. В основном воблу берем, вот даже вот на море вот ездили, отдыхали, то же самое, там постоянно воблу покупали. Но там, как она свежая идет, она прям, с нее вот прям жир капает. Ммм, вкуснее просто. Ну, сама по себе нравится рыба, вкусная. Даже зимой, особенно перед выходными, вобла ходом идет. Около 10 килограмм в неделю продают. Чтобы праздник удался, воблу нужно не только выбрать, но и правильно с ней разделаться. Говорят, чистка вобла не терпит женских рук. Это чисто мужское занятие. Однако, в каждом правиле бывают исключения. Это чтобы лучше рыба чистилась. Начинаем с головы. В этой маленькой рыбке каждый находит что-то свое, любимое. Кому-то нравится хвостик, кому-то спинка, а мне выше все нравятся ребрышки. Ирина Романова, Алексей Ташков для городских новостей. Ва-ва!